Доброе утро, город! В эфире Сургут-24. С 1 января в России отменили привычные бумажные больничные. Все они теперь выдаются только в электронном виде. Листы, открытые в 2021 и закрытые в новом году, будут приняты к оплате. Пособия по ним рассчитываются поранее действующим правилам, говорится в официальном телеграм-канале Фонда социального страхования. При этом в ведомстве обратили внимание, что продлеваться прошлогодние бумажные больничные в этом году будут только в электронном виде. По требованию пациента на бумаге ему могут предоставить лишь выписку с номером цифрового документа. Врачи подписывают документ электронной подписью и размещают в информационной системе ФСС, в которой с 1 января должны быть подключены все работодатели. Через нее они узнают об открытии, продлении или закрытии листка нетрудоспособности. За первую неделю Нового года в Югре родились 315 детей, больше половины из них девочки. Первый младенец в 2022 появился на свет в новом центре охраны материнства и детства в Сургуте. Им стал мальчик Абдула, весом 3 килограмма и ростом 50 сантиметров. Есть среди новорожденных и двойняшки Михаил и Марьяна. Всего в новогоднюю ночь в регионе родились 19 девочек и 17 мальчиков. К слову, с 1 января в Югре начала действовать новая выплата. Теперь помимо мультикарты Росту в Югре номиналом в 20 тысяч рублей, женщины в возрасте до 35 лет, ставшие мамами, впервые получат 15 тысяч рублей. Льгота положена тем, кто прописан и живет в округе. Авиакомпания «ЮТР» запустила новый рейс в Сургут-Тобольск. Первый АТР-72 по новому направлению вылетел в понедельник в 8.15 и приземлился в духовной столице Западной Сибири в 9.45. По данным официального сайта-перевозчика, рейсы выполняются три раза в неделю – по понедельникам, четвергам и субботам. Минимальная цена без багажного тарифа в одну сторону – 1250 рублей. По тем же дням в Тобольске обратно до 25 марта будет курсировать авиарейс из Нижневартовска. Первый матч года. Баскетбольный клуб «Университет Югра» в чемпионате Суперлиги принимал на своей площадке гостей из Москвы. Столичная команда МБА расположилась в середине турнирной таблицы, тогда как сургутяне по итогам первой половины турнира застолбили за собой четвертую строчку. Более молодые спортсмены из Первопрестольной шли в лидерах на протяжении практически всей игры. Хозяева же в последние минуты уступали с разницей в 6 очков. Но из этой сложной ситуации сумели найти выход. Четыре штрафных подряд забил капитан югорской команды Сергей Токарев. А на исходе основного времени новичок сургутян Дмитрий Дойников сравнял счет 82-82. У сургута всегда такой стиль игры, что тягучий. Они любят нападать, но не любят защищаться и бывают втягиваться в свою игру. Немного труханули, знаете так. Не поверили, что мы уже можем выиграть. И поэтому совершили очень плохое действие. Потеря и фолл, который не нужен был, а он оказался не спортивным. На две атаки больше было соперника, и они смогли перевести игру в овертайм. Ситуация, аналогичная последним мгновением основного времени матча, была и в дополнительной пятиминутке. Сургутяне за 12 секунд до сирены уступали с разницей в 2 очка. Однако довести атаку до броска в ключевом эпизоде не получилось. Американец Малек Трент, получив мяч, отдал слишком сильную передачу. Потеря оказалась фатальной. Университет Югра уступил 90-93. Картины, инсталляции и арт-видео. Культурный центр Порт презентовал новую выставку экспериментального искусства югорского художника Ивана Демьяненко. С творчеством автора сургутские зрители знакомы уже не первый год. Его картины в нашем городе впервые выставлялись еще в 2017-м. В этот раз художник привез как уже экспонировавшиеся ранее арт-объекты и полотна, так и совершенно новые творения. Выставка под названием «Белый шум» — это метафора единого белого шума, которая создающая фон нашего существования. Ведь каждая картина говорит что-то свое, свою концепцию, и получается метафора единого белого шума. Геометрия, новые формы, соединение текста и графических элементов. Выставка сочетает в себе актуальные виды современного искусства. Вместе с новаторским направлением картины и инсталляции включают и классические мотивы культуры югры. Художник вдохновлялся природой родного края. Доступная экспозиция для всех желающих будет до конца января. ТЕЛЕПЛЮС Русский хит Только русские Только хиты Русский хит Энерджи Номер один для новых хитов Без меня и моих фантов — это Энерджи Я люблю Энерджи Музыка только Каждую часу Что такое русский хит? Это новое слово в мире радио. Никакой политики и никаких плохих новостей. Яркие, прогрессивные и понятные мелодии и танцевальные хиты, которые так любит наша аудитория. Русский хит — это еще и мультимузыкальный сегмент эфира, когда вы слышите музыку, музыку и только музыку. Настройся на самый русский хит! Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok